Друзья, в RDM Import мы проводим розыгрыш. В период с 15 октября по 15 ноября при покупке любого автомобиля в нашем автосалоне в кредит вы получаете возможность выиграть 400 тысяч рублей. Подробнее об условиях акции смотрите по ссылке. Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первые видео авторынок. Если вы до сих пор на нас не подписаны, рекомендуем подписаться на канале. Много полезного и интересного о покупке поддержанного автомобиля, в том числе и обзоры сравнения тест-драйва, а теперь еще и технический обзор, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Если же вас интересуют автомобили в наличии или наши вакансии, все это вы можете обнаружить, перейдя по ссылочкам на экране. Герой нашего сегодняшнего обзора у нас уже как-то был. Правда, в том ролике мы больше говорили про техническую составляющую. Сегодня же попробуем разобраться, за что публика любила этот очень интересный с точки зрения концепции автомобиль. Ведь данная модель объединяет в себе положительные стороны кроссовера и седана бизнес-класса. Правда, представлена она, по сути, в кузове универсал. Встречайте, Honda Cross Tour. Хонда Cross Tour в кузове TF появилась в 2009 году. Изначально эта модель предназначалась на рынок Соединенных Штатов Америки. И спроектирован этот автомобиль был, собственно, на базе американской Хонды Accord. Автомобиль выпускался по 2016 год. При этом прошел через рестайлинг в 2013. На российском рынке автомобиль был доступен с двумя вариантами моторов. Для дорестайлинговых машин только V6 объемом 3,5 литра на 275 лошадиных сил. Автомат полный привод. На рестайле добавилась версия с мотором 2,4 на 194 лошадиные силы. Автоматом и только передним приводом. Сегодняшний экземпляр – это 2012 год. До рестайлинг, соответственно, V-образная шестерка, 3,5 литра, 275 лошадей, 4 ВД и АКПП. Даже на фоне многих собратьев по классу, Honda Cross Tour выделяется габаритными размерами. Длина этого автомобиля 4,99 метра, ширина 1,89 метра, высота 1,66 метра, а колесная база составляет 2,79 метра. И это не особо легкий автомобиль. Снаряженная масса Cross Tour 1836 килограмма, максимально разрешенная полная – 2,3 тонны. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то картина здесь следующая. Honda Cross Tour окрашен слоем с максимальной толщиной порядка 135-140 микрон для родной краски, но и минимальная граница здесь проходит где-то по отметке 101-105 микрон. А это толще, чем на большинстве японских машин. Обзор автомобиля внутри традиционно начнем с багажника. Доступ, куда нам открывает довольно массивная пятая дверь со стеклянным вставышем под спойлером. Первое впечатление от багажника Honda Cross Tour – он длинный, но при этом небольшой высоты. С учетом того, что большой наклон заднего стекла не даст вам загрузить сюда что-то особо выше, чем полка. Ширина проема багажника в данном случае 96 см, длина по полу 105 см, а высота от фальшпола до полки 42 см. При этом багажное отделение не одинаково по ширине. В его широкой задней части 1,40 м, а наиболее узкий участок между нишами задних колес 77 см. Если же вам надо увезти здесь какой-то габаритный длинный груз, вы можете сложить спинки сидения. Причем сделать это удобнее будет из багажника. При сложенных сидениях второго ряда вы можете грузить сюда нечто длиной до 1,95 м. Расстояние от крышки багажника до приборной панели в данном случае 2,78 м. Так что с перевозкой длинных узких грузов Cross Tour вполне справится. Что касается дополнительных удобств и разного рода фишек в багажном отделении Cross Tour. Во-первых, здесь под фальшполом скрываются две небольшие по объему ниши, слева и справа. Центральная часть содержит в себе корыто, которое можно взять и вытащить отсюда, открыв себе доступ к хранилищу штатного инструмента, домкрат, вороток, баллонник. Запасное колесо в данном случае подвешено снизу, как на внедорожниках. Также помимо ручек для складывания заднего сидения, мы имеем в багажнике 12-вольтовую розетку с левой стороны на боковой панели и два плафона освещения, плюс петли для крепления сетки фиксации груза. Ну а теперь про салон Honda Cross Tour. На водительском месте этого автомобиля ощущаешь себя в спортивной машине. Посадка здесь абсолютно легковая и, кстати, очень удобная. При росте 1,86 м за рулем этого автомобиля мне удалось очень быстро подобрать для себя оптимальный вариант. Кожаные сидения, оснащенные электрорегулировками. Кстати, функции памяти на два положения для водительского кресла очень удобные и имеют ярко выраженный профиль. Боковая поддержка здесь не только на спинке, но и на подушке сидения. Что касается диапазона регулировки кресла, он здесь достаточно большой. Если отодвинуться до конца назад и при этом опустить подушку сидения максимально вниз, я полностью вытягиваю левую ногу и выпрямляю ее в колени, при этом не касаясь носком пола салона. Так что даже у очень высокого водителя за рулем Honda Cross Tour, скорее всего, получится устроиться удобно. Что касается рулевой колонки, то регулировка здесь присутствует как по наклону, так и по вылету. Правда, она механическая. Опора под локти водителя здесь присутствует и в виде удобного подлокотника на самой дверной карте, так и в виде подлокотника крышки центрального бокса. В обоих случаях подлокотники мягкие и отделаны кожей. Что касается разного рода клавиш, эта машина проектировалась до 2009 года, и, соответственно, кнопочки в салоне Cross Tour позаимствованы от других моделей Honda того периода. Так что все здесь в целом знакомо и понятно. Стандартный блок кнопок стеклоподъемников на центральном подлокотнике, зеркала, память сидений, вынесенная на дверную карту слева. Слева от руля у нас кнопка включения-выключения системы стабилизации, омыватель фар, подрулевые переключатели Cross Tour удобные, они находятся на своих местах и можно пользоваться без напряга. Каких-то особо неприятных щелчков при работе они не издают. Рулевое колесо у нас имеет два блока клавиш, левая сторона отвечает за мультимедийную систему, правая – круиз-контроль. Единственное, на что в данном случае дизайнерам Хонды хотелось бы попенять, так это на выбор цвета. Ярко-синие стрелки выглядят довольно ядовито. В остальном к читаемости приборки вопросов ноль. В данном случае предыдущий собственник заменил штатную мультимедийную систему на планшетный компьютер, работающий на базе операционной системы Android. Соответственно, дисплей бортовика, на котором отображались показатели работы климат-контроля, переехал вниз. Климат-контроль и Кросс Туру полностью автоматически рассчитаны на две зоны. Управляется все это дело при помощи блока клавиш, причем физического, и сделано довольно удобно. Во-первых, клавиши крупные, во-вторых, тактильно различимые. По ним, как говорится, не промажешь. Далее блок клавиш управления заводской мультимедийной системой, ручка громкости и навигационные клавиши меню мультимедия. Подогревы сидений в виде стандартных хондовских кнопок в данном случае расположены перед селектором коробки передач. Селектор классический с курком блокировки и самый обычный механический стояночный тормоз. Что касается бардачков, подстаканников и прочих ниш для хранения, в центральном боксе у нас имеется довольно объемный ящик, внутри которого также находится 12-ти вольтовая розетка. За селектором коробки передач под декоративной крышкой два подстаканника разной глубины. В передней части центрального тоннеля пепельница и прикуриватель. Причем прикуриватель рабочий. Основной бардачок у Кросс Тура очень невелик по объему. По большому счету поместится сюда разве что пачка документов А4, ну либо сами перчатки, ведь ящик все-таки перчаточный. На потолке у нас есть футляр для очков, а внизу дверных карт карманы для мелочевки. Что касается обзорности, с обзорностью вперед у Хонда Кросс Тур на самом деле все в порядке. Здесь относительно видимый капот по современным меркам, низкая передняя панель и далеко отстоящее от вас лобовое стекло. Боковая линия остекления в целом не особо высокая, ощущение нахождения в бункере здесь не возникает. Но есть пара вопросов к форме боковых зеркал. С одной стороны они крупнее, чем на многих легковых автомобилях. С другой стороны они непривычно узкие, высокие и узкие. Соответственно к использованию этих зеркал в городском потоке, возможно придется какое-то время приноравливаться. Ну а с обзорностью назад помогает камера заднего вида, изображение с которой выводится на маленький дисплей в салонном зеркале. Что касается заднего дивана Honda Cross Tour, то здесь определенно много места. При росте 1,86 м я располагаюсь сам за собой, и я не достаю коленями до спинки переднего сидения. Да и запас пространства над головой, хоть и не особо большой, но все же присутствует, несмотря на покатый скат крыши. Заднее сидение Cross Tour также визуально отформовано под двоих седоков, хотя центральная часть здесь плоская и при этом широкая, так что втроем тоже можно разместиться. Но среднему пассажиру может слегка мешать выступающий из пола тоннель. Зато само сидение очень комфортное, оно мягкое, а это не так часто встречается на современных автомобилях. Опора для локтей здесь присутствует на дверных картах, отделанные кожей подлокотники, и по центру также широкий подлокотник с двумя подстаканниками. Спинка заднего сидения по углу наклона у Cross Tour не регулируется, это единственное возможное положение, причем довольно удобное. Внизу дверных карт из удобств для пассажиров присутствуют клавиши включения подогрева заднего дивана. Эта опция здесь присутствует. Также есть отдельные маленькие пепельницы, дефлекторы вентиляции в центральном тоннеле, плафон освещения и кармашки на спинках передних сидений. По сути дела, удобство нахождения на заднем сидении этого автомобиля соответствует таковому в седанах бизнес-класса. Так что на дальнее расстояние на Cross Tour можно отправляться смело, в том числе и задним пассажирам. Под капотом большинства Cross Tour на вторичном рынке будет располагаться V-образная шестерка объемом 3,5 литра. Индекс этого мотора J35Z2. Это 275 лошадиных сил и разгон с нуля до сотни за 8,9 секунды. Этот алюминиевый двигатель довольно прост по конструкции. Здесь самый обычно распределенный впрыск топлива, он атмосферный. Привод ГРМ ременной. Причем ремень этот нужно менять раз в 90 тысяч километров. Не реже в противном случае есть шанс, что при обрыве ремня загнет клапана. Кстати, гидрокомпенсаторов зазоров клапанов на этом моторе нет и регулировку приходится выполнять вручную. Регламент регулировки раз в 45 тысяч километров пробега. В целом этот двигатель крайне надежен и способен отходиться выше 300 тысяч километров. Но есть пара моментов. Первый связан непосредственно с системой Variable Cylinder Management VCM, которая и отвечает за отключение половины цилиндров при частичных нагрузках. Связан он в основном с протечками масла по уплотнениям блока VCM. Причем в оригинале эти прокладки не выпускаются. Приходится менять весь блок в сборе. Но, как говорится, производители дубликатных запчастей здесь в помощь. А второй момент. При осмотре подобного автомобиля, если пробег на нем уже очень большой, лучше внимательно продиагностировать двигатель. Причем на профильном СТО. На этих моторах встречается износ кулачков распредвала, что впоследствии выливается в крайне недешевый ремонт. Если вам повезло и вы купили J35Z2 в хорошем состоянии, крайне желательно менять тут масло хотя бы раз в 8000 км пробега и не заливать сюда абы что. На рестайлинговых машинах стали ставить и менее мощный двигатель, с которым кросс-тур разгоняется до сотни где-то за 11 с небольшим секунд. К-24YA. Этот мотор выдавал 194 лошадиные силы и 220 ньютонометров крутящего момента. На этой алюминиевой рядной четверке также не было гидрокомпенсаторов, но привод ГРМ там уже цепной. А цепь у автомобилей Хонда способна отработать очень и очень долго. По сути, К-24 это разумный вариант для тех, кто не особо желает переплачивать в плане транспортного налога и расхода топлива. Правда, такие кросс-туры изначально стоят дороже, поскольку это рестайлинговые автомобили после 2013 года, а второй момент они будут только с передним приводом. В паре с любым из моторов работает пятиступенчатая автоматическая коробка передач. Это классический автомат и классической же надежности. Регламент замены рабочей жидкости раз в 60 тысяч километров. Ответственный подход к эксплуатации автомобиля без чрезмерного увлечения светофорными гонками и штурмом раскисших полей. И эта коробка отработает 250 тысяч плюс. Ну а перед тем, как посмотреть на Хонду Крустур снизу на подъемнике, давайте поговорим о дорожном просвете. Вооружимся рулеткой и посмотрим, соответствует ли истинное значение дорожного просвета этой машине тем 205 миллиметрам, которые заявил производитель. Низшая точка этой машины будет находиться под передним подрамником и до нее от асфальта всего 19 сантиметров. Край переднего бампера находится на расстоянии 22 сантиметра от поверхности земли. Резиновый брызговичок висит ниже 14 сантиметров. До переднего поддомкратника 21 сантиметр. А до порога в задней части 22. Расстояние до заднего брызговика 18 сантиметров. А нижний край заднего бампера находится на расстоянии 24 сантиметра от асфальта. Так что по меркам ликовых автомобилей с клиренсом у Крустура, даже с поправкой на длинную базу, все в порядке. Что касается ходовой части Хонды Крустур, то передняя подвеска здесь это не Макферсон, а схема на двойных поперечных рычагах с шаровыми опорами на верхнем и нижнем рычаге соответственно. Передний стабилизатор здесь крепится на подрамнике и доступ к нему не сказать, чтобы сильно удобный. Рулевая рейка в данном случае самая обычная гидравлическая. Это значит, что при осмотре подержанного Крустура желательно обращать внимание на отсутствие течи рабочей жидкости ГУР и на то, насколько шумно или наоборот бесшумно работает сам усилитель. Также при осмотре любого подержанного экземпляра не лишний будет помнить про одну из наиболее дорогостоящих проблем этой машины, а именно передних приводов. Если при разгоне вы ощущаете явную вибрацию, скорее всего привода вам придется менять. А это удовольствие не бюджетное, с учетом стоимости оригинальных деталей. Что касается антикоррозийной обработки, то на самом деле у Хонды Крустур с этим все обстоит достаточно скромно. Следовые количества антикура здесь нанесены в районе порогов с внутренней стороны и частично на днище автомобиля. В остальном же присутствует только шовный герметик. В задней части автомобиля мы также наблюдаем топливный бак, объем его 70 литров, сам бак пластиковый, но окружен защитными экранами из металла. Задняя подвеска Крустура также многорычажная. Сайлинг-блоков здесь много и при осмотре подержанной машины все это хозяйство желательно проверить на отсутствие необходимости замены. Задний стабилизатор поперечной устойчивости, кстати говоря, здесь абсолютно легковушечный, он очень тонкий. Ну а в конструкции самой задней подвески, кстати, помимо наличия четырех рычагов на каждую сторону, присутствуют еще и шаровые опоры. Таким мы увидели сегодня автомобиль Honda Cross Tour 2012 года выпуска с мотором 3,5 литра автоматом и полным приводом. Если у вас был или есть подобный автомобиль, на котором вы проехали не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить, пропишите все в комментарии. Людям, которые думают о покупке подобной модели, ваш комментарий может помочь сделать верный выбор. Если заинтересовал конкретный экземпляр, который был сегодня на нашем подъемнике, есть шанс, что к моменту выхода видео машина все еще будет находиться в продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую вас дополнительную информацию, включая цену, на текущий момент времени уточняйте по контактному телефону. Он будет в описании. На нем же WhatsApp, так что пишите, звоните, задавайте вопросы. Если обзор понравился, был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите, какие машины вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы постараемся их для вас добыть и отснять. Спасибо за просмотр и хорошего дня. До новых встреч на канале. Пока!